Замечания ребенку Первичной и наиболее распространенной мерой наказания детей в семье является замечание. Оно может быть выражено в форме порицания, указания на недопустимость тех или иных поступков или в форме предупреждения. Большое количество негативных замечаний дестабилизирует ребенка. Ученые подсчитали, что в среднем ребенок слышит в течение дня более 400 негативных замечаний и примерно 30 позитивных. Формулируйте фразы к ребенку без отрицания и частицы «не». Замечания, которые содержат частицу «не», требуют от ребенка двойной мыслительной работы. Ребенок сначала должен понять, что от него хотят, чтобы он не делал, а потом должен додумать сам, что от него хотят, чтобы он сделал. Чаще используйте глаголы, которые описывают желаемое поведение ребенка. Постарайтесь, чтобы фраз со смыслом «делать так» было больше, чем критический фраз «не делать так». Пример правильно формулированных замечаний ребенку. Говори тихо, вместо «не кричи». Сложи игрушки в коробку, вместо «не разбрасывай игрушки». Помой руки с мылом, вместо «не ходи грязными руками». Давай подумаем, что можно сделать, вместо «не ной». Расскажи, как было на самом деле, вместо «не ври». Ходи по дому медленно и спокойно, вместо «не бегай по дому». Держи рот закрытым, когда жуешь, вместо «не жуй с открытым ртом». Хорошего послушания можно достичь, если вы будете руководствоваться следующими принципами. Надо объяснить, почему поведение ребенка вас не устало, и выразить надежду на исправление. Делая замечания, нужно требовать от детей, чтобы они исправили допущенные ошибки и не повторяли их, улучшили свое поведение. Шестилетнего ребенка волнует оценка не его умений, а личности в целом. Поэтому шестилетние часто воспринимают вроде бы безобидное высказывание о том, что он сделал что-то не так, как плохое отношение к нему лично. Еще чаще бывает так, чтобы на ребенке не слышит ваше замечание или даже делает все наоборот. Делать замечания нужно немногословно, но в то же время резко осудить отрицательный поступок и высказать свое возмущение поведением. Замечания со стороны родителей не должны принимать форму грубых окриков и руганий. Не следует без конца пилить ребенка, ворчать на него по каждому поводу. После замечания не следует сразу же обласкивать ребенка. Своим отношением нужно показать, что плохие поступки огорчают и возмущают родителей.